Два американца Уильям Кейлин и Грег Семенза, а также британец Питер Рэдклифф в 2019 году получат Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Их наградят за исследование того, как наши тела реагируют на изменение уровня кислорода в крови и адаптируются к нему. Грег Семенза говорит, что в понедельник Нобелевский комитет разбудил его приятным звонком. «Я плохо соображал, был в полусне. Я вообще мало что мог сказать, потому что был шокирован и удивлён». Семенза и Кейлин ведут исследования в Гарвардской школе медицины, а Рэдклифф – в Оксфордском университете. Они открыли определённый механизм, который регулирует активность генов в зависимости от уровня кислорода. «Как тело определяет, сколько кислорода необходимо каждой клетке, чтобы они выжили. Это самое фундаментальное условие. Вы можете задержать дыхание и поймёте, что за исключением короткого периода времени вы ничего не сможете сделать без кислорода». Нобелевская академия в Швеции объявила, что исследования учёных помогут найти новые способы лечения анемии, рака, болезни сердца и других недугов. «Мы получили награду, поскольку открыли механизм, благодаря которому клетки определяют уровень кислорода. Кислород – это топливо, которое даёт энергию, и клетки постоянно должны получать определённое его количество. То есть, им необходим датчик, и именно его мы исследовали». А Уильям Хейлин посвятил премию своей умершей супруге Кэролайн. «Кэролайн во всём, что делала, проявляла мастерство целостности и доброту. И я стараюсь придерживаться этих высоких стандартов, чтобы должным образом вести исследования». Медицина и физиология – первая область науки, в которой каждый год объявляют лауреатов Нобелевской премии. Победители разделят между собой денежный приз почти в миллион долларов.